Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, если, прочитав заголовок, вы представили огромных зубастых чудищ, топящих суда и пожирающих моряков, то, скорее всего, вы застряли где-то в средневековье. Морские змеи вовсе не мифические монстры, они вполне себе реальны. Одним укусом эти рептилии отправят к Посейдону больше дюжины моряков. Встречайте морских змей. Они же плоскохвосты, или морские змеи-амфибии. Род змей из подсемейства морских змей. Самый известный вид в этом рептилоидном семействе – это кольчатый плоскохвост. А вообще, еще есть желтогубый плоскохвост, озерный и большой плоскохвост. Морские змеи – это целая группа очень ядовитых рептилоидов в змеином семействе аспидовых. Чтобы вы понимали, эволюционно это аналог кобры. Только наши сегодняшние гости однажды решили искупаться в теплых морях Тихого и Индийского океанов. Ну а солнечный пляж и шум волн так запали в их сердечко, что на сушу животинки возвращаться не захотели. Морские убийцы поделились на два клана – веслохвостых и ластохвостых. Первые полностью утратили связь с сушей, вторые иногда выбираются на бережок погреть косточки, а то и вовсе уходят бродить по суше на несколько километров. Однако и те, и другие могут продержаться под водой несколько часов и совершить погружение на 90 метров, хотя обычно морские змеи не отплывают далеко от берега. Приспособлений для перманентного дайвинга в арсенале смертоносных рептилий – вагон и маленькая тележка. Плотный чешуйчатый гидрокостюм улучшает гидродинамику. Хвост сплющился по бокам и превратился в весло, а правое легкое увеличилось настолько, что доходит чуть ли не до кончика хвоста. Просто оно взяло на себя дополнительные обязанности и выполняет функции плавательного пузыря, который есть почти у всех рыб. Это помогает удерживать тело на глубине без лишних телодвижений и энергозатрат. Но как же морская змея умудряется часами проводить под водой без аквалангов жабр или на худой конец дыхательной трубочки? Все просто – она придумала свой абсолютно уникальный дыхательный аппарат. В ее пасти находится специальный орган, пронизанный множеством капилляров. Он усваивает кислород из воды, как жабры у рыб. Чтобы подышать свежим морским бризом змеюки, достаточно просто открыть рот. Как тебе такое, Илон Маск? А еще море надеило морских змей – одним из самых опаснейших ядов в мире. Размеры нашей героини может быть и не велики – максимум три метра. Зато ее токсичный язычок в 50 раз сильнее яда королевской кобры. Он приводит почти к моментальному параличу, блокируя передачу нервных импульсов. Капля такого волшебного эликсира скосит даже слона. И ни одного. Это при том, что питается рептилия исключительно рыбкой. Возникает закономерный вопрос – зачем тогда морской змеюке такой сильнодействующий яд? А секрет прост. Дело в том, что все холоднокровные – а это рыбы, моллюски, членистоноги и прочие морепродукты – из-за замедленного метаболизма переносят любой яд намного легче. Например, дозу смертельную для человека морские обитатели вполне переживут. Именно поэтому морским змеям пришлось прокачать токсичность своего яда на максимум, дабы соответствовать требованиям глубин и не оставаться голодной. Вообще, если морских красавиц не тревожить, кусать они не будут. Даже на свою добычу они тратят яд в микроскопических дозах. Ибо генерировать отраву – дело долгое и нелегкое. Исключение из правил – это, конечно же, сезон размножения. В это время токсичные рептилии становятся такими, что как будто их самих только что покусали. Из мирной морской змейки рептилоид превращается в дьявольскую бестию, которая готова сделать кусь кому угодно и за что угодно. Кстати, спаривание для морских рептилий – это тоже головная боль. Процесс этот долгий, а делают они это под водой. Именно поэтому любовничкам приходится постоянно контролировать дыхание, чтобы вовремя всплывать и набираться воздуха. После 8-11 месяцев совместного безудержного дайвинга морская змеюка рожает от 3 до 8 шнурков, порой достигающих длины половины своей ядовитой мамаши. Растут морские дьяволята довольно долго, но уже с рождения змеёныши смертоносны и готовы убивать направо и налево. Паспорт самца морских змей получают в 18 месяцев, а у самки на полгода позже. А живут морские змеи в среднем около 15 лет. Так что если вы решите поплавать в районе Индии, Шри-Ланке, стран Юго-Восточной Азии и Японии до южной оконечности Малайского архипелага и западной части Тихого океана, то будьте осторожны и опасайтесь сексуально озабоченных морских змей. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok